ну вот и наступил момент истины вы готовы я не понял готовы отлично то что вы сегодня услышите перевернет всю вашу жизнь вы сделали правильный выбор остальные будут вам завидовать итак тема наша что говорит классическая ирведа о молоке кисломолочных и других молочных продуктах почему я обратился к этой теме просто очень много говорят о молоке очень много всяких мнений разные диетологи вообще непонятно кто у всех есть мнение но это все мнение людей а у людей могут быть разные мнения что собственно и происходит какое же из них правильно и чтобы найти на этот вопрос я обратился к первоисточникам классическим трудам по ирведе на санскрите почему к ним а потому что они написаны риши а те в свою очередь получили эти знания от дэвов и поэтому а что же говорит бог на эту тему не люди а бог и так с одной стороны есть разные мнения разных людей а с другой стороны есть мнение бога если так можно сказать истины в конечной инстанции еще один аргумент в пользу того почему я обратился к первоисточникам это потому что молоко и молочные продукты согласно ирведе должны быть одним из самых основных а продуктов для человека в его жизнь в ригведе других ведах шастрах санхитах везде говорится о том что молоко это исключительно полезный более того необходимый для его жизни продукт и здесь уже ответ на вопрос можно или нельзя пить молоко а можно ли после сорока пить молоко есть молочные продукты и так далее нельзя чарака санхита чарака санхита аштанга хридая бхава пракаша сэшрута санхита везде черным по белому в первоисточниках написано следующее люди должны есть молочные продукты в любом возрасте не только в детстве а в любом возрасте поэтому вопрос о том что можно там после сорока лет отпадать потому что бог говорит четко и ясно да не просто можно а нужно нужно молоко и молочные продукты а человек который не может усвоить молоко и молочные продукты это не проблема молока это проблема организма этого человека его джатара агни у него очень слабый джатара агни он не может переварить молоко и молочные продукты вот вам уже ответ на один из фундаментальных вопросов который стоит перед людьми можно нельзя как и что четко и ясно в аэрведе этот вопрос решен все люди должны есть пить молоко и молочные продукты но и вот здесь начинается это самое интересное вообще в ведической традиции можно сказать вся ведическая традиция строится вокруг молока и молочных продуктов кхи используется во всех пуджах хомах яджнах других процедурах кхи должны употреблять или гхрита как правильно это на санскрите гхрита правильно это производится кхи это на хинди правильное название вот этого продукта гхрита используется в разных процедурах при производстве разных препаратов эрведических просто употребляется в пищу молоко молочные продукты везде присутствуют более того го го на санскрите это корова корова вы знаете в санатанадхарме является священным животным почему потому что корова мать сказано четко корова это мать как вы относитесь к корове так вы относитесь к своей матери вообще в санатанадхарме домашние животные они члены семьи убить домашнее животное это то же самое что убить там маму братика сестричку что такое все домашние животные члены семьи и раньше богатство человека определялось количеством коров в его хозяйстве вообще вот важность коровы проявляется в таком интересном факте вот вы знаете готра слово готра когда мы делаем пуджи и хомы вы называете свою готру которую должен каждый знать готра в переводе с санскрита означает место где живут коровы хлев готра это принадлежность к хлеву потому что вся жизнь строится вокруг коровы в этой причине все что дает корова все свято и очень и очень полезно для человека более того корову бог создал специально для того чтобы она давала молоко людям корова это животное основное домашнее животное вокруг строится все хозяйство домашнее не только домашнее хозяйство но и вся кухня молоко это ключевой продукт ключевой продукт для человека кухня кухня